Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ветер умеренный... Наверное, метра 2-3 раздувает... Ну, порывами... В принципе, все четко... Все отлично... Погодка шикарная... Данил Андреевич тоже... Со своей работой уже 8 лет... На одну и ту же работу ходит... Мы решили все-таки... Судя по прошлому видео... По комментариям... Вы дали добро... Что все-таки школу ради рыбалки... Можно... Нет-нет... Да, прогуливать... Но мы не прогуливаем... Мы наверстаем... Да, Данил Андреевич? Обещаешь? Все... Так что, если... Вдруг педагоги нас видят... Всем огромный респект... Вам особенно... Мы слепанулись, как обычно... У Мишки... На базе... А дальше... Нас пригласили в гости... Это Сергей... Ленкин брательник... Вот... Мы идем... К нему на базу... Ну... По пути, конечно, рыбачим... А база находится... Не знаю... Ну... Километров 15... Ну... Не так далеко... Но тем не менее... Лиманов 5-6 надо нам пересечь... Вот... И будем у него на домике... У него на домике мы как-то с вами были... Кстати, я подсказочку вставлю... Посмотреть... Это мы на открытие с ребятами ездили... Навещали его... А вот то, что полноценное... Да, вот так надолго... Мы уже у него не были... Данил Андреевич все рвался... Он там... Наверное, лет 5 назад, да, мы ездили к нему... С ночевочкой... Ну... В общем, там у них домик... Условия... Даже телевизор есть... Вечерком побалдеть... Вот... Ну, так же электростанцию с собой взяли... Короче говоря, это будет прям путешествие... Я не знаю, что по поводу рыбалки у нас... Что ждет... Ну... Данил Андреевич говорит, все будет четко... Да, по-любому... Мы в детстве бы никогда не уезжали... Его уверенность мне уже внушает оптимизм... Ну, дело в том, что... Ветер стоял с Азова... И нанес... Ну, воду с Азова... Да, течение конкретное... Даже... А ты медузы заметил? А-а... Я тоже... Ребята говорили неделю назад... В Куликовском лимане... Кто сейчас меня слышит из местных... Вы вообще такое хоть раз видели... Я даже не слышал за все свое время... В Куликовском лимане нанесло столько прям... Киша медуз было... Ну, с Азова... Поэтому мы все прекрасно знаем, что хищнику не нравится... В частности, щуке конкретно не нравится... Вот этот вот предел соленоватости воды... Там какая-то промилля для нее это уже критично... То бишь, она старается куда-то уйти подальше... С наших, да... Вот этих ближайших лиманов... Либо стоит просто колом... Ничего не берет... Потому что я лично видел... И лично ловил такую щуку... И вы не поверите... Ловил не на спиннинг, а под саком прям ее брал... Она просто-напросто слепнет... У нее глаза такие белехи... Ну, это есть такая, да... Вот... Все... Меньше слов, больше дела... В общем, рыбалка будет... Вообще отлично... Не переключайтесь... Лайкосик сразу жмите авансом... Это прямо вот... Категорически... Категорически требует, да... От вас... Ну, я думаю, вам все тоже понравится... Все, отдыхаем... Всем... Отличной трудовой недели... Сегодня понедельник... А мы на рыбалку... Серега, принимаешь? Андрей, что ты говорил? Что, как там у тебя дела? Да, ничего... Сейчас где-то... Одну поймал... И все... Сосед или ты? Нет... Сосед... Ну, сейчас... Сосед я лодка есть... Крупная нет хоть? Я не видел... Они там двое стояли... Ну, ладно... У нас тоже пока пусто... Потихонечку в твою сторону... Мы сейчас уже... В Балисы будем заходить скоро... В общем, что... Путешествуем... Пока... Пока... Ноль... Даже выходов не было... Вот... Серега зовет к себе... Но у него тоже порожняк пока... Ну, по крайней мере, выход был... Уже показатель, да? Не, мы в любом случае... Облавливаем свои точки... Данил Андреевич сказал... Будет все четко... Значит, будет все четко... Я ему верю... А вы? Вот этому... Человечку вы верите? Он говорит, что... Сейчас... Вот-вот... Вот-вот... Хоть не выключай камеру, да? Не кайф, реально... Ох... Казаночка... Блин, родная... Ой... Три месяца мы ее не видели, да? Угу... Обалдеть... А она как нас заждалась тут... Казаночку-то мы и помните все... Мы же вместе с вами ее... Реставрировали... Полики, полочки делали... А столик тут какой вообще четенький... Смотрите... Огонь... Огонь... Так, как его... Еще вспомнить бы... Как убирать... А-о-о... Оп... Тык... И не мешает... Вот... Свежий воздух... Погодка сегодня прям... Даже, честно говоря, хорошо, что нет-нет тучки... Ну, их не так много... Но, тем не менее, солнышко раз... Спрячется и вообще, да, комфортно... А выглянет даже припекает... Вот... На ходу-то, понятное дело... По прохладнее... Но, тем не менее... Воды... Я вам хочу сказать... Воды нормально... Видимо, нагнал ветер в воду... Потому что... В принципе, вот сейчас заходили на одну свою точку... Всегда туда, да... В прошлые разы мы чуть ли не на тучке... На болотоходе... На тучке даже пробирались... В этот раз заскочили туда-обратно... Прямо на глисе даже не спадали... Ну, в общем... Рыбаков мало... Понедельник... Кайфово... Вот мы... Спиннингистов я только одних увидел... И то не факт... Чем они там заняты... Вот... И один на удочку... И следом там еще одного увидели... Все... Вот четыре лодки пока... Может быть, они просто там, где знают, где щука... А мы здесь... Где ее нет... Ну... Пока об этом истории умалчивает... Ладно, у нас еще... Как минимум два дня впереди... Четыре рыбалки... Я сразу в рыбалке переключаю... Утрянка, вечерка... Хотя сейчас уже можно и не судить... Да, так утрянка, вечерка... Ну, да, она сейчас... Днем... Тем более у нас... Честно, я вам хочу сказать... И Данил Андреевич, наверное, сейчас от меня это впервые услышит... Я в эту рыбалку даже больше, наверное, ставки делаю на окуня... Я окуня хочу копченого... Да и домой отвезти... Теща их так жарит... Вообще бомба... Честно говоря, я даже ленюсь его и не чищу... От чешуи... Прям так жарю... Вот... Ну, я не вижу смысла его на филе снимать... Самую вкуснятину ты срезаешь... И не вижу смысла чистить... Сами понимаете, как он чистится плохо... Вот... Поэтому мы его жарим прям так... Вот я, честно говоря, бы по окуню... Хотя я от щуки не откажусь... Ладно, все, рыбачим дальше... Кайфуйте вместе с нами... У папы там что-то клюнуло... Щучка... И, блин, в траву зайла... Тут такие заросые... Вообще невозможно ловить... Будем подходить... Ага, подходи... Я только проговорил... Если даже возьмем щуку, то сразу в траву уйдет... Здесь реально... Ковер... Травы... Не вижу... И я тоже... А, все, вижу-вижу-вижу-вижу... Иди, бедолага... Бедолага, а... Ай... Такая мелкая, настолько хлопот наделала... Ага... Так она еще как-то... Зацепила здесь вообще непонятно... За галстук... Бедолага... Раз... 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 А вот такая щучка... Первую взяли, да? Давай... Целью... Лёхенькая... Ну... Да давай уже не притворяйся... Давай не притворяйся, а? О... Все... Ну все, ты обребился... ну ладно я согласен хорошо обрыбился мы ждем все-таки трофейных экземпляров а данька окуня взял вроде как окуня да ну на акушка покажи покрупнее о акунище тоже разлюбился красавчик они будут что-то небо какой сегодня красивое рыбка плещется настроение огонь погодка супер он футболочки стою жарко разделся кайф тем не менее кайф кукан пока пустой ну мы не расстраиваемся вас еще впереди на вечер у нас колбаса поэтому сегодня рыбы можно и нет конечно охота поймать особенно трофейные ну мы не расстраиваемся вечером у нас все не вообще все и всю дорогу будет молекулярная кухня высокомолекулярная там и серега будет что-то в органе тонн уточку домашнюю собой взял казан кебаб наверно замутим в общем посмотрим по настроению данил андреевич не дает мне порыбачить о так это покрупнее этого берем ушка берем с того же место да нам походу стайка лучше я наверно сейчас тоже мало сика на чё мало всегда да у нас этот прямо куне очень такой зачетный на куканчик его можно смело колбаса говорю отменяется вечером жареный окунь красавчик 1 о нормально я еще одного возьмешь надо серёги цинка ну что здесь могу не нашли бегаем смотрим ищем свою удачу свою рыбу он серёга уже к нам тоже подошел у него на базе будем зависать эти дни пока в общем по нулям ну не от нуля мы отошли стоящего пока ничего нет серёга пустой вид пару выходов было и все не знаю время 12 есть смысл либо пойти на базу там не знаю посидеть да да карасика на поплавок удочку собой взяли я даже же маховку взял поставим сазанчик мало ли а у них прям там небольшой амуток в общем попробую либо до вечера не знаешь я будем обсуждать с к серёге дрифонем сторону идем как раз какие у него мысли сейчас поделится он с нами просто либо потом на вечерку выскочить либо вообще сегодня весь день так провести на базе ознакомительная экскурсия туда-сюда покушать чем приготовить я уже кстати проголодался от и дань не особо если честно пока в состоянии эйфории до от рыбалки не до этого да скажи слушай здесь можно и хорвата даже пробовать нет сейчас наверно его и поставлю что-то мне сдается он здесь будет интересней это чё у тебя также малость когда мы тут уже много дачу по перепробовал ну да там блесны какие заставил нифига все равно кровата покажи может кто-то не понимает чуть такое не зацепляй к сходов много с него конечно нажала здесь торчит но тем не менее выходы зато какие красивые да на него в общем пробуем пробуем все варианты вы знаете мы мы не из тех кто отчаивается сразу мы подбираем ключик 1 щучка есть это уже нормалек значит все дело в проводке в приманке в общем все остальное это дело техники скажем так щука есть надо ее найти там уж крики нет нет нападают на дрейфуем к серёге будем решать что делать дальше здесь вода попросила в прозрачнее я тебе хочу сказать да просто время 12 как бы если планируем на вечерку то может сматываться либо еще постоять и тогда ну его нафиг вечерку как думает я тоже кстати такого мнения первый день надо отметить все дела вон она пошла 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 они по стреле видно что не кара я у меня уже глаз наметаны всем знакомым рыбакам можешь уже привет передавать особенно жеки мирному а у тебя здесь для этого ничего не будет своим то это у тебя китаец это у тебя китаец в окуня нашего там не раздавить а мы на один никуда не сюда на попробуем посмотрим бежит как леска новая здрасте привет а мы в прошлый раз были у серёги кто помнит там ссылочку вставлю на то видео отдыхая мы в гости заезжали на базе у тебя уже тысячу лет не ночевал ночевкой это наверно еще когда в москве даже приезжали помнишь и все и ленка как-то раз было ну чё у нас все такая ознакомительная была экскурсия время 1 час а контора такие места шикардос слушай ну вот в те места мы наверно чистая прям травка такие островочки вообще я как раз пошел бы ну сейчас я ее там это нифига завтра мастер-класс данил андреевич покажет нам я тоже пиво не считается так ладно чё какие мысли на все-таки сворачиваемся и на базу кумека им чё на ужин я-то сегодня думал вообще этот класс домашней колбаски взял его пожарить макарошки взял ну то бишь такое она тоже весь в паутине и это ну то бишь сегодня я думаю не заморачиваться хотя парите сами принципе можно и колбасу холодос убрать утку ты жутку доход про это казан кебаб а с другой стороны хотя сегодня у нас время побольше было завтра уже можно и так же сегодня отстреляться приготовить просто блин казан кебаб мы сейчас приготовим и все три дня будем есть или готовить вообще мало-мало и нормально предел будем кушать его охота разнообразие тем более я говорю что у нас высокомолекулярная кухня будет пока будем готовить его я как там баб да да не в гавани карасей наловит да я удочки взяли все нормально мне вот там пацаны вчера уезжали опарышли павли понадобно надавали червей понадавали блин прикормки ладно в общем решено прям на базу а вы кто еще лайк не поставил лайк осик и смотрим дальше гордость полными вагонами золотыми вагонами с югой дуют молодые ветры взрывают ночи облака не забыли что ты издалека с дома мама и не последняя рука вот так нормалек а кидать будем куда а ну с мостика на стульчик блин и сижу тут вниз и сюда пиво стоит на серегу уже рассказывает план действий барбароса на ближайший до на ближайший час-два в общем мы на берегу сомик ловится венек то я думаю сезонечка здесь вот кто ты ты же мне рассказал сезона она взяла до сережка 4 серега у сереги батя 2 взял на подражки и димар подходил бы здесь быть барышней и сидел ведь на три с половиной дела но так что данил андреевич все в своих руках я чесночку чесночную прикормку взял и макуху вот ну короче сейчас замутимся сейчас быстренько перенесем все вещи короче вечерка все не идем все сегодня уже отдохнем а завтра уже пойдем сегодня на здесь допасим да да все тогда мы сейчас все весь шмурдяк и потихонечку относим ну пойдем сейчас что пройдемся отдать дай спиннинги я сразу их отнесу мелочевку мне короче кунь в руку давай хочешь сам тоже чем цепляй тут уже все посерьезки домой позвонить кого-то да таксофон он стоит для связи ретро ну чё блин ростелеком добрались и не ада и до сюда до рули трули так ладно пока их вот так вот поставлю аккуратненько пройдемся маленькую экскурсию сделаю а а без очков то вообще ярко как все а пока здесь стали ты еще ничего не раскладывал с машины вещи ваши дом а уже занес ох прям жарко ну вот короче место здесь вместо нашей дислокации бардак эх ты армалек расспешил думаю думаю в лиман выйду будь качать и проспал все утря вместо нашей дислокации на ближайшие холодос ты его здесь доставишь ну холодильник здесь дам я он работает этот розетка недалеко ну четко я так понимаю мы здание ком здесь да на перине уберете там лишние да сейчас вот так вот там новый матрас это чьи тут окушки сохнут красно пердачу это даже таранка до тарашка вот это все на рыжем все есть ой фотографии как выцвели узнаете а узнаете не он самый главный рыбак в этом домике а кто ты леночка он у нас есть вообще фотки как выцвели как клад клада смотрится что я делал с камешков а вот она да а ну ты мне показал помощью незаконченный вариант но прикольно кстати отсвечивает а вот так вот видно вроде барометр шмарометр показывает нормально четко в общем не жаловались в общем чё сейчас мы располагаемся потихонечку шмурдяк-мурдяк сейчас по перетаскиваем и занимаемся делами сижу закинулись поплавок если мне жмых стоит друг не на сазанчик конец либо карась хороший клюнет пока так особо рыбы нет одного карасик там небольшого поймал тут вот дядьки вообще непонятно чем заняты да что там мастерят новый тенгульма дай ну мы красноперку не заказывали не это мелко сама блин отпускаем конечно караська давай нам пожалуйста окуня если крупного сазанчика сазанчика крупного не на так что на сковородке поместился макушать не молчит да да я с тобой где и хоть раз достал я собой бензопилу брал один запила есть еще порубаем или или сковородку найдем на под него у тебя слотко алюминиевая не сейчас четенько у нас перекур а так вообще мы занимаемся тентом сейчас доделаем тент вообще будет четко но он уже уже очертания видны да все же удобно блин мы как мучились я в тот день не подумал про эти клепки и сделал просто прорези но вставил чтоб ткань не рвать пвх пвх вставил прям ленточку взял пвх вставил ну натягивать это ужас сегодня мы еле сняли до разорвался весь дай ну чё там как у тебя успехи нам три карасика покажи покажи нам карасиков своих у нас грандиозные серега и успехи у тебя об она а где еще да он только что у него и а посмотри где там чем там дырка до этого наверно пускай тогда надо это стяжки есть он надо надо проверять такие вещи лучше но у нас вообще ну ладно сейчас потом покажу конечно отпускать вот так а я уже тут понадеялся на карасика жареного ножик потратил чтобы рыбу чистить блин вот так вот блин а сирену самое главное мы справились завтра в лиман не идешь ловишь нам тут целый день карась а мы пойдем в лиман щуки половим погоняем понадеемся на щуку не а у нас сейчас ужин при свечах у будет ужин или нет нет при свете так в общем пойдем мы наверно готовить чем покушать уже угодно голодались там твои блюд разом кебаб козла кебаб вот не знаю ты меня в гости пригласил кто будет готовить я тебе обычно гости приезжает уже на готовые аутку за за загонял до зарубил общепол разделал все блин осталось только на придетом огне как-то пошел красавчик давайте мульки удачи в общем подъед уже конечно пойдем уже вечереет шестой час смиркается пойдем чем приготовим покушать а даник тоже уже горит собираюсь блин жалко конечно но надо что посмотреть где там они просочились пойдем приготовим покушать посидим покумекаем что у нас на завтра какие планы планы барбароса будем до обсуждать куда идти где искать щуку сегодня мы ее не нашли будем искать завтра движуха в деле в общем чего у нас сегодня по плану серёга вообще хотел казан кебаб нас угостить казаном кебабом так было дело в общем так котелок забыли у нас осталось из производных только кастрюля ну кастрюльки кастрюльки да утку но утка есть да утка причем домашняя такая прям молоденькая ну мы вышли из положения я не знаю тогда как это блюдо назвать но это уже не полноценный казан кебаб в общем так я не знаю кто там знатоки особенно женская половина аудитории сейчас меня поправить правильно ли я делаю утку мы отдельно на сковородке потому что костюля только это но это котелок но в нем жарить утку поджарить конечно то еще удовольствие поэтому сейчас все ингредиенты на этой сковородочке потом мы это все засыпаем до котелок и готовим уже полноценный казан кебаб ну как мы хотели в общем вечерние посиделки сейчас будем обдумывать план действий на завтра завтра у нас прям конкретный до план барбароса должен созреть сегодня вечером сможем мы обдумать куда чего пойти должны должны по-любому дару пока у нас телек он фоном звучит видим общаемся наслаждаемся природой а и готовкой до наслаждаемся взяли загрузили меня хорошо хоть помогают на то говорит нет ты обещал ты и делай сейчас лучок уже все заправим у нас все четко происходит поймал кровать поймал в общем короче мы тут начинаем это как под вечер обычно добывает рассказывать о был их трофеях на рыбалке кто на что поймал байкера какой воблер самый уловистый вот но самое главное у нас и ништяки уже уже готовы вот такой вот казан кебаб вышел у нас сейчас мы конечно по пробу с ними мы точно до характеризуем получился не получился не нормалек 10 минут назад пробу снимали но у мясо утка еще жестковато было решили чуть-чуть еще и у нас вечер конечно продолжается сейчас обсуждаем планы на завтра вот вам хотим пожелать всем крепкого здоровья и наверно на этом уже встретимся уже до завтра до скажем мы чуть-чуть посидим до отдыхать завтра у нас день тяжелый предстоит сейчас еще предстоит выяснить куда кто идет и во сколько да и на что ловит да на что же завтра поймать но мы заправил в любом случае найдем все ваше здоровье до завтра я завтра буду 1 по щупке хорошо хоть уточнил да я у тебя сегодня у первого выход и был отдал но опять же не знаю на меня на видеокамере у тебя как я не знаю был ли он не был ли он все ладно ребят до завтра утром ждем вас на рыбалку будильники все ставим 6 утра подъем все до завтра время 7 часов начало восьмого стали в 6 пока кофе шмофе туда-сюда с утра дождик моросил вроде как перестал а всю ночь поливала там две-три капли точно было вот ну гидрометцентр принципе так нам и рисовал дождь на ночь слава богу сейчас вроде прояснилось небо чистое настроение отличное все проснулись ждем серегу уже прогреваем моторы в общем всем доброе утро с вечером и нормально вчера часиков 12 только разошлись хорошо так посидели действия обдумали было время под такой ужин то почему бы нет утку практически всю съели тем понравилось а план действия какой спиннинги в зубы и вперед рыбачить а что из этого выйдет смотрите дальше да он и серега идет пока три кружки кофе не выпьет говорит я никуда не поеду вот замануха да хорошая ох мутняк какой говорят здесь тоже нет нет берут чё ты пробуй уже до смутняк конкретный вон она плечется под твои сиденьем по моему отчет хоть стать ну кто-то кормится это однозначно всплески хорошие и так у нас привал решили тормознуться тормознуться перекусить об чем там завяжи дань то прям пучок камыша возьми принципе никуда она не денется перекус так такая поляночка здесь у нас и столик имеется я как-то даже здесь хотел с ночевочкой остановиться вот такая вот импровизированная столовка это что такое зарядник удочки не взяли так бы можно было и удочки здесь дань до покидать ладно перекусим еще есть одно местечко с утра мы в него не зашли ну так как щуку мы не нашли мы все-таки посмотрим и там авось до чем срастется всем приятного аппетита небольшой перекус в общем чем мы думаем ветер поднялся рыбачить не комфортно предложение поступило идти на базу и посидеть с удочками данил андрей голосуем предложение было вот как раз от сергея устроим соревнования на карася кто больше поймает карася нет я конечно за щуку ну ладно один в поле не воин раз ребята сказали я конечно знал что я сегодня поймаю ну ведь и раз ребята сказали идем на базу начнем на базу ладно в следующий раз от ловлюсь покажу мастер-класс не хотят они учиться пускай да пока россию сегодня посидят они реально что ветер поднялся мы так по карандашу сегодня поймали отпустили да считай вчера данник поймал да а сегодня до вчера я сегодня данник и ты короче от нуля все отошли но трофеев не поймали ладно перекус и дуем на базу реально посидим на может на карась объявляю первенство темрюк ского района по ловли карася раз у вас щуку ловить не получается давайте хоть по карасю по соревнуемся да серёга смотри смотри сюда чтобы тебя видели и знали в глаза и получается ловить хоть одну покажите данил андрей что же я к ним чуть позже присоединюсь а я пока в качестве независимого жюри с монтажкой а вы спросите меня почему ты с монтажкой а это вдруг крупная рыба сразу ее глушить потому что наш садок вы вчера уже видели до клевки хоть есть да нет пока тишина да наприк вернил там же дату даже кидаешь на пробую лево-вправо вся заводь твоем распоряжении займусь делами вчера мы сделали заклипали тент вот сейчас хочу его окончательно примерить там монтировку взял пару моментов есть надо клепки подогнуть чуть не помещается не сподручно его натягивать натяжка прям хорошая получила общем результат покажу серёга помог вдвоем прям хорошо мы вчера пораньше пришли весь день что и тентами занимались ну а данил здесь каратика ловил что-то по щуке вообще мы не знаю лодок очень много бегает у кого не спросим даже выходов честно говоря у нас хоть выходы были да да не всю пищу пока взял серёга взял чу пока но серёга вообще крошечного взял у даника побольше пока серёга не слышит вот да и чё там окушки до попадались но тоже мелкий окон короче сегодня мы пока без рыбы поэтому ветер поднялся было принято решение ехать на базу и в комфортной среде для себя до безветренные так скажем посидеть на удочку всем собственно говоря мы и занимаемся ладно попытаюсь стенд сейчас натянуть результат покажу вас научу ловить карасей первых и ничего не имеете ловить первый красавчик пошел вообще красавчик но сковородничек прям все как надо у тебя на какие-то просто секретные ингредиенты дань ты прикармливал он у серёги возьми чем подкинь сюда тебе а это уже получается не соревнования вон она ночью так на соревнованиях же в том и нюанс у всех должно быть мой садок они в их ней дырявый как мы вчера это дерево за что пол кстати если чё вот первый есть вообще огонь а поэтому у него место просто прикормленные дань он тебя не зря сюда тебя поставила сам знает куда тент готов еще дуги здесь будут в принципе натяжка хорошая не взял с собой клёпальник одну надо будет как он правильно как я называл их пенек этот блин забыл как называется спинек и пенек в общем заклепать надо будет а так по моему вышло здорово был тент даже был камуфлированный но его хватило всего лишь на один сезон на одно лето материал неплотный здесь поплотнее по моему 600 н так что я думаю получилось даже лучше чем я предполагал ловите карасей серёга кричит говорит 20 пока не верю что то есть есть кара карасик карасик о какой красивый о какой красивенький и вообще карась один к одному смотри да так мы ты его нашел до красавчик мои поздравления так данил андреевич уже нервничает уже видно бровь бровь ведет у него сейчас я тоже присоединюсь я удочку в принципе уже поставил а я сейчас побегу возьму еще спиннинг хочу все-таки поставить жмых овачку пусть стоит вот сейчас я поставил а жмых у нас будет а я не виноват серега лови пакет жмых у нас будет это у нас чеснок до кукуруза кукурузка а вот этот чесночный да о красавчик дарник не карасе это хоть пакет да как 21 или как считается это нет или чисто карася не осозан же тоже будет считаться нет окей чего там пока из еще этот покрупнее да да пока ловит только серега но я-то не считается я только присоединился у меня фора еще час на час позже я встал я развезлюсь тоже в твое место приду начинает ветер чуть под стих по моему нет опять придется карася обмывать глубина большая вишка но он же знам на душу один из крючков на дне был один там чуть чуть выше нет я я и я строю так что у меня не доставал буквально озвучила чуть касалась дна а здесь у меня не грузил здесь у меня крючки правильно орудие дано касаться дна как карач ходит по дну что-то меня на днк как он движет назад днк уже чуть поплотнее повторил ходит One две три украшенка classify Sunshine Через ты даже поймать не может я клюет один за одним ты не можешь поймать то есть поклёвки одна за одной не это в мелочь бьет папа по пуску у меня любого разочек поспешил поспешил почему мы подведем итоги сегодняшнего дня все рыбалки давайте пока еще рано подводить да а вот сегодняшнего дня все-таки чудом нормалёк серегу лишь ну победитель уже нарисовался при мароке ну да он ждет он ждет награждение реально сегодня по карасю сегодня выигрывает сергей по щуки сегодня выигрывает а никто сегодня щуки не было ну-ка шнурков по карандашам да мы не реально сегодня что-то какой-то трудный день ну в плане рыбалки сегодня какой-то день скорее всего мы уже сейчас сидим мусолим обсуждаем что же такое где же щука да и карась после обеда честно говоря вот пару вот который мы запечатлели до видео где сергей поймал серега сегодня общий красавчик по карасю он точку просто нашел я потом крему к нему присоединился и ну а клёв перестали у него клёв перестал это вообще клёв перестал я просто понял что он там подкормил специальным кормом в общем смысл в том что щуки сегодня не было вот сколько лода до встречали вообще ни у кого даже выхода этой вы еще радуйтесь что вы еще шире шнурков увидели ни у кого даже выходов не было у нас в домике висит барометр температометр или как его там правильно назвать в общем давление высокое давление и мы коллективно приняли решение мнение у нас такое что все дело все-таки в давлении поэтому завтра утром мы планируем мы планируем не выходить лиманы но смысла наверно нет все-таки устроим дальше завтра завтра будет второй тур соревнований по карасю и со занятник тоже будет андрей валерьевич по созану я сегодня в ловле по карасю не принимал участие соревнования я уже знаю здоровый на вперед да но но мы как истинные рыбаки когда уважающие друг другу люди завтра мы приняли решение поменяться местами данил андреевич встает на место сирию серёги где он сильно карасей дергал а серёга говорит а я и на мне какая разница какое место я все равно вас выиграю он встает на место за счет был уже на завтра да ну вижу я как шахматист на пару шагов вперед то место ладно мы в общем ужин и самое главное отдых кайфовый все кайфово в домике тепло буржуечка мы с даже пару полений до закинули даже пришлось дверь я открывать чтобы проветривать реально греет хорошо так что мы в комфорте телевизор фоном играет там какой-то сериал он тнт показывает холодильник короче кайф вообще и невзирая на то что щуки нет да хотелось бы конечно это было бы на идеальный отдых но все равно отдых удался я считаю что прям вообще здорово да мы давно здесь не были мы данил меня частенько за поехали к серия чего когда мы когда мы когда мы и вот она срослось и тем более еще три месяца мы не был на лиманах вообще четкий отдых но я надеюсь все меня поддерживают вот скорее всего завтра домой ну в принципе завтрашний день уже и мы будем понимать все судя по погоде пока планы остаться рыбачий здесь мостиков на карасях а там посмотрим пока еще время есть у нас принять решение так в любом случае не переключаемся смотрим видосик да у нас такое видео получилось рыбалки от слова вообще нет ну ребят мы не в аквариуме да мы не на платнике где-то это дикие места тут она сегодня и завтра еду как обычно так как говорится рыбалка была вчера и завтра дальше такой ветер был сегодня вообще бы сегодня ну гидрометцентр показывал семерку но так для примера на наверно многими это показатель 7 метров в секунду ничего не скажет но для примера в 5 метров в секунду принципе если мы знаем что пятерка дует мы уже не выходим согласись на воду ну как бы это и не комфортно и небезопасно сегодня дул семерка обратно мы возвращались прям серёга даже он воду чем по норме вы там были больше ну в порывах да не про порывы молчу до десятки наверно в общем ну все силы здоровы чего и вам желаем все не переключаемся лайкосик воткнули а мы ужин и наслаждаемся сегодняшним вечером просыпаемся умываемся всем доброе утро хватаем удочки и вперед на дамбу карася щемить да громко сказано нет щемить мы тоже постараемся будильники на 6 утра были но подъем состоялся полноценный подъем на пол седьмого вот прям так спалось на улице зябко так спалось хорошо вот сейчас все таки уже встали кофейку попили пойдем посидим на карася не последний как и планировали на щуку в общем сегодня такой у нас день ближе к обеду начнем собираться поэтому смысла нет куда-то дергаться то и нет ее реально чуть не случилось а сейчас смотрю по барометру давление еще скаканула вверх поэтому пойдем на карася потихонечку посидим данил андреевич сказал займет свое место или там сядешь ну ладно раз вчера договорились поменяться до что-то глубже делаешь ты проверяй да какая глубина там самый угол видел да где смотри только щенки все таскают так что закрывали лучше что там хоть есть чуть-чуть серега радостный ему самое козырное место досталось я в тебе не сомневаюсь так что там дань 1 1 пошел тогда ник открывает счет сегодняшний так мы вчерашние результаты обнулили а ты хочешь продолжать серию все понял значит тогда чё 3 1 а садок на сейчас принесу нормально хороши на об пошла раздача так подождите мы я чё мне весь день буду с вами опять оператором а ловить когда будет мастер-класс когда я вам покажу кто это карасик помельче дачу ну да так четыре раз блин оп 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 тихо ли это ты меня это ты вообще так закинул что-то ведет подсекай оп 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 есть контакт вот такой вот красавчик дань а где экстрактор вот и я вырывился нормально карасик в плюс один пошла жара и серега тоже решил достать вот крупненький чё там не вижу линьок пойду покажу день когда не аккуратно там бой а да надо по правилам туда смотреть вот и линьок подошел мелкий вообще нет такого отпускать да то не это нормально такого да вы были у такой-то половины меньше но ясенько короче все утряночка пошла жара это уже радует это уже радует но мне ски духа я еще и как оператор еще и за удочкой слежу в общем на все руки мастер тоже линьок нет такого то есть такой же как у тебя нет давайте померяем аккуратно марион скользкий очень такого отпускаем конечно небольшой такой вот пустим серега кушка зацепил а да не у даника чуть больше чё поклевал пусть поведет поведет а чё-то мелкая это мелкая вот а и даже сами походу тот же самый линьочек вообще мелкий на достойки не было червя отдай моего вот такого естественно у вас ваясь линьок нам не нужен блин вот ты тленёчек уже покрупнее сегодня походу одни линии у нас идут карася не будет а вот у меня походу карасик насасывает Мелочь какая-то. Карась. Вот такой вот карасик. Вот такой вот карасик у нас. Оба. 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 Красавчик какой, а. Эх, прям на сковородочку. Эх, красавчик. Оно. Нормуль. Нормуль. Эх, давай, иди туда низ, низ, иди, оп. Ого. Уже интереснее. Такими темпами я еще и пальму первенства вырву у них. Серега там, смотри, уже слышу, зубами скрипит. И все, видит. Вон там, что-то здесь потихоньку скрипит, что-то смакует. Блин. Это какой-то крупняк, умный. Значит, пацак готов, либо горд. Так, у Даника, карасик такой прям неплохой, по-моему, это рекорд. Да. По-моему, это рекорд. Аккуратненько. Да. Вообще хорошенький. Хорошенький. Красавчик, да. Что, это за пять карасей пойдет? Нет. Пять очков сразу, да? Рекордный. Рекордный. Рекордный, да. Грамм, наверное, 300 есть, да? Ну да, хороший. Ага. Вообще офигенный. Вот и бабушки мы карасика поймали. Она любит жареного, да? Ага. Вот внучок у вас, Татьяна Михайловна. Все для вас. Старается, молодец. Я уже сбился со счету. В любом случае, сегодня Нуриевый в лидерах. Матько отстает, Нуриевый в лидерах. Данил Андреевич сегодня красава. И Ленька поймал, и карася трофейного. И еще не вечер, да? Да. Что, провалился? Провалился. Спасательная операция. Эти щенки одолели уже всех. Шабутные барбосики бегают. Ой, как кайфово-то, а. Тишина, спокойствие. Карась наклевывает. Моя что-то молчит странно. Да, нет там, червячка что-то приговаривает. В общем, у него своя тема. Ага, да, давай. Ленечек. Еще очередной ленек. Маленький. Вообще мелкий. Вообще мелкий. Зачем-то нам такой нужен-то, а? Таких отпускаем по-любому. Конечно. А вот и понятно теперь, кто это клевал всего червяка, стащи длину, а проглотить не смогу. Так, сейчас мы еще свеженькую мошку кружку. Попробую. Маленький, да? Опарыш дедом. Все здесь. Достанешь. Я сейчас, наверное, прям бутерброд делаю. Серега, что у тебя опарыш молчит? Вообще молчит. Попробуй. Попробуй. Вот так вот. Раз. Раз. Какой бутербродик мы сообразили. Отлично. Отлично. Ждем поклевку. Ждемся. Поднял нормально. Попробуй. Это он уже и вести стал. Да. Сейчас ждем дальнейших действий. Давай. Попробуй. 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 Такой прям кругленький, да? Да. Хороший. Опа. 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 Папочка делает вещи. Опа. 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 есть контакт пока серегу снимал ленек опять ленивочек ой болен этот ленек конечно мне он как бы и не нужен тем более в таком размере но лень глотает тоже так а заглатывает все нормально все в порядке шеф это поклёвый карасик непонятно как-то забагрелся что ли а вторым крючком хороший четенько тихо уже все уже поздники так уже поздники плюс один так там по моему я уже до в лидерах проверю не все на месте даже живой даже акушок живой вообще огонь и настроение настроение прям бомбовская лучше мне еще и все цело здесь и все даже цело ну можно можно добавить опять на скажи на бутербродик да но он у меня еще и нижний понимаешь может и это тоже роль играет то что крючок снизу на дне но и опять же мастерство как бы этот фактор тоже нельзя недооценивать вообще нормуль вот это мне нравится такая утряночка не не щука и щука даже сравнивать их нельзя никак наня тебе чего больше заходит ну когда как и то и то хорошо пойдем посмотрим на чё там ловит что за секретный наживка у серёги где-то твоя секретная наживка как у русских попробуем сейчас только на крючок они есть плотненькая оба угостились пошли обратно сейчас мы карася как начнем долбить а на кукурузу попробуем что-то затишье вообще может что-то поменять стоит тишина вообще какая-то гробовая оба оба причем у всех тишина данил перешел вот на то местечко я также здесь серёга напротив серёга их откуда-то таскает я не знаю саму саму поимку не вижу периодически ходит да я их руками санка ловлю или одного и того же туда-сюда почета будет не сколько в садке а сколько крыл в садок поклевывать изредка но поклевывать да не у тебя чё тишина до это нормально классика жанра поймаешь поймаешь вон он уже нет да ах ты все ушел рыбе тоже надо шанс давать третий дал знаю что то уже не это не активный хорошенький был хорошенький даник очередного карасика взял карасямбо был был это считается это считается нет когда на видеофиксации тогда считается а так рассказать можешь все что угодно мы его зато увидели туда да прям сразу завел под травку да он готовы подводить итоги соревнования подвода и токов все ясно давай давай тащи свой садок я нанил андреевич тоже можешь достать лев конечно такой себе не ну чё посидели душу отвел на утряночку посидели там сюда его доставай о ленек к россии у него даже есть положить вот вот такой вот итог на сковородочку а то и на две бабушка будет довольна да она любит карасиков жареных так у серёги вижу чуть чуть побольше но это со вчерашними да а это сегодняшний вложи рядом сейчас будем сравнивать раз не в холодильнике сейчас будем сравнивать сразу вижу у даника трофейный но у серёги зато количеством ну я считаю лично мое мнение победила дружба ничью объявляю ничью манил андреевич вообще красавчик тоже сегодня ну душу отвели чего посидели ну да не пошли мы на щучку так как два дня избегали ее не нашли ну не хочет она брать и мы решили вести душу по карасю у нас это в принципе получилось вообще рыбалка спасибо за компанию серёга спасибо что позвал гости рыбалка я считаю отдохнули вообще здорово да не то пальто что хотели ну как говорится не все масленица как это правильно пословица не всю коту масленица не все коту масленица так что нормально отдохнули прямо души два дня пролетели как будто только вчера приехали да нет и незаметно вообще караулы и погодка нас не подвела по большому счету даже наверное щука щукой погодка нормально дождей дождь был только ночью хотя обещано было весь день до вчера нормально и на сегодня весь день обещали и ветер вчера вообще даже солнышко жарко было сегодня так более прохладно ну зато карась сегодня клевал на его получше дать вчера мы вчера уже почти под вечер уже все ребят до скорых встреч пока увидимся на лиманах пока